всем привет как я надеюсь что звуки моей стиральной машинки и сушилки не доносятся из как это называется комнаты для стирки я продолжаю готовиться к переезду но я переезд вы отложил еще на месяц потому что но я не хочу у нас сейчас у кого-то пасха у нас сейчас песок поэтому я не хочу никуда ехать в эти праздники я хочу ехать позже я хочу найти свою идеальную квартиру а не просто переезжать куда-то поэтому я продолжаю выбирать и хочу вам рассказать про такую классную вещь да это палка на которую вешается одежда но не о палке вообще пойдет речь короче говоря я нашла такую компанию в интернете которая продает коробки вернее не я мой муж я не ищу компанию которая занимается перевозками и продает коробки потому что у есть муж который этим занимается весь кредит ему идет так вот он нашел в интернете эту компанию которая занимается вещами для переезда вы скажете а при чем тут палка сейчас я вам объясню есть такая коробка она стоит 30 шекелей куда крепится вот это вот кронштейн да и свешивается одежда это просто коробка но сколько здесь 60 наверное сантиметров может 50 50 сантиметров наверно где-то на метр она мне было вот так на метр тридцать и здесь тоже такой же до 50 на 50 или 60 на 60 не суть важно и вы туда просто палку то давайте свешивать одежду и закрываете ее как коробку и я подумала о вселенная как это гениально я могу запаковать все свои пальто в эту коробку повесить их туда и просто забыть про них даже после того как я перееду то есть забыть про них на следующие до следующей зимы распаковать их как бы зимой они сейчас а сейчас просто поставите две коробки они займут один квадратный метр до или типа того или там даже меньше какой квадратный метр если на 50 на 50 да она займет это четыре коробки можно по надо еще купить короче говоря можно свесить туда реально я куплю еще две надо поведен можно повесить туда все что вам необходимо и то что вы можете даже забыть до зимы и не надо это бежать распаковывать потому что обычно у меня первая цель это скорее после переезда развесить вещи чтобы ничего не помялось а тут она висит в идеальном состоянии и не пыль и ничего хотя я всегда перевозил одежду в чехлах тут даже и чехлов особо не надо было просто вау вот коробку уж вам показать не могу покажу хотя бы палку дальше я сюда такая мокрая потому что волосы только намочила перед выходом макияж делала волосы начала я их не укладывая просто мочу как бы вот так вот да раз все и они сами укладываются у меня дальше я нашла идеальное контурирующее средство для светлокожих это вот такие вот тени от мелука как я вообще их нашла зачем еще поперлась за мелука я купила себе не могу поднять уже два чемодана от мелука которые там купаясь четыре продукты получаются 40 шекелей чемодан они конечно не супер профессиональные не супер крутые но они достаточно хорошие вместительные крепкие чемоданы для косметики опять же для переезда мне показалось я взяла не архитрый человек я взяла карандаши для губ они по 15 шекелей и мне получилось 100 шекелей все вместе с чемоданом первый я так купила вторую я думаю ну что же надо взять потому что реально косметики мне не надо у меня вот так косметики и я пошла думаю возьму тени я хотела еще одну помаду мне еще две помады есть и значит первый это у меня цвет 608 вот такой он и 2 я хотела вот такой вот рыженький 601 вот такой сегодня он не он на мне на мне сегодня от bobby brown тинты блеск будет такой тинт помада гигиеническая что-то такое у меня в сумке всегда валяется я взяла вот эту вот рыжеватую помаду второй раз и думаю на что взять дела еще два карандаша для губ но больше мне не надо вот как бы все цвета которые я хотела обновить у меня уже есть кстати карандаши для губ у них есть разные из которые выкручиваются вот такие вот а есть который точат стоит причем одинаково понравился этот и другой надеюсь что они будут как-то знаете обновлять свою линейку цветов и там короче думаю возьму-ка я тени сегодня они у меня как тени до брови и немножечко под нижним веком и сегодня они же у меня в качестве контурирующего средства это просто дамы и господа идеальный цвет для контурирования если вы светло кожей как я человек не рыжий не серый никакой а замечательный и на веке он лег замечательно на веке он лег замечательно стоит 20 шекелей ну как бы нормально да здесь по сути у нас грамм точка 8 молодцы я все время еще такой цвет я хотела когда было где эти тени от бобби браун у бобби браун взять такие тени мне им делали ими делали макияж но того цвета не было я взял такой более вишневый но это другое это совсем другое я хотела именно такой толповато коричневатый что-то такое здесь у нас 22.8 грамм это номер 13 как так это немножечко не то они более сливовые вот что еще вам хотела показать из-за чего я села с мокрыми волосами можно сказать практически моветон такой у меня сегодня я получила две не буду показывать адрес две посылки одна посылка при прибыла ко мне из за америки да 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 открываем огромное спасибо девушки которые мне это она мне сначала прислала просто фотку я бра можно 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 ты мне и пришлешь пожалуйста потому что мне очень хотелось ее поставить где-то у себя тут ну потому что так я строю свою гардеробную я ее наполняю вещами которые мне приятно здесь у меня висит картина может быть я смогу вам ее показать нет она плотно висит с моего любимого перекрестка помните до контрастов которые ротшильд герцель здесь у меня висит мопс какие-то старые вот здесь у меня фотографии герцель вот это мигдаль шаломейер строится здесь старую меня фотография площадь дизингов которые скоро будет вот такой же опять вот и разные вещи которые сейчас мне приятно не смотреть вот эта сумочка последний скрэйзи лайн очень она мне вдохновляет почему-то у нее длинная ручка обычно у сумочек такие ручки более короткие а у этой длинная что мне как-то очень тоже понравилось здесь рюкзак мой новый за спиной меня куртка конечно это все могу убрать у меня тут знаете место дофига я могу это все поразвежу меня здесь и коробки 2 еще мои стоят которые вам говорила да в которые вешается одежда вот и я меня это вдохновляет я хочу наполнять свою комнату именно вот такими вещами которые меня вдохновляют и я ее попросила мне это переслать огромное спасибо безумно приятно это вот такой вот можно сказать портрет где видите тут еще эти все детали меня и моего канала тут вот кольцо и тут все подписано это просто потрясающе огромное спасибо я обязательно найду найду этому частички души и искусства место где-то у себя спасибо от всего сердца реально я просто наполняю вот эту комнату вот вещами которые которые меня не то что вдохновляет а который мне показывает насколько мир прекрасен и сколько есть людей которые с тобой на одной волне и которые хотят тебе сделать тоже часть своего искусства подарить поэтому это ценно дальше пришла мной долгожданная посылка из германии из германии кстати я обожаю германию я обожаю берлин я надеюсь что я с этим человеком пересекусь когда буду в этом году в гамбурге она мне потрясающе ответила я говорю ты знаешь я не знаю откуда ты точно из германии но я в этом году опять еду в берлин гамбург может быть ты где-то будешь конечно я живу совершенно недалеко от гамбурга каких-то 200 километров думаю о вселенная вот тут ты начинаешь понимать насколько ты зажрался что тебе лишние пять минут уже далеко кажется потому что в размерах израиля 200 километров это это непреодолимое расстояние чтобы поехать так как это правильно вот здесь наверное открывать большое спасибо моей зрительнице за такой потрясающий подарок дамы и господа вы готовы это книга Панасенкова первая научная история войны восемьсот двенадцатого года огромное спасибо ой здесь что-то еще есть что это ой здесь открытка спасибо большое дорогая ксения с радостью отправляю вам книгу Евгения Панасенкова продолжайте в том же духе с вами всегда очень интересно с огромным приветом из германии спасибо большое огромное спасибо ну в общем это я ждала эту книгу очень долго я не могла ее найти я ее пыталась скажем так заказать через сайт российский к своим родственникам в Москве ничего не получилось потому что книги не было долго я ее ждала потом они вроде что-то получили они меня отписали потом они написали что снова нет потом я ее отменила короче путь был длинный и вот я на своем втором канале говорила что если кто-то обладает пожалуйста пожалуйста я отблагодарю потому что для меня я всегда очень интересовалась истории и никогда скажем так в рамках израильского образования у нас делается больше скажем так акцент на какие-то наши специфические вещи и меньше конечно же на войну восемьсот двенадцатого года на то как что было в россии что было в европе потому что это есть но это есть очень мало и если идет обсуждение того что было в европе оно в контексте того что интересует нас и я никогда не могла найти источник который мне донесет информацию в более-менее правдивом виде даже если она для многих не лицеприятна поэтому вот такой выход этой книги для меня был просто окном к информации окном к информации прочитаем посмотрим мне очень тяжело судить о том насколько там что-то правдивое или нет но в общем слушая этого человека конечно я с ним очень во многих вещах не согласна что-то меня в нем вывешивает но я понимаю что он артист и нельзя от него требовать уж как бы да еще и каких-то я скажем так я понимаю его потому что я такой же артист я очень много делаю видео которые очень такие эксцентричные они странные для многих многие думают что я просто вот человек который полон ненависти и злобы ну а кто кто меня понимает тот понимает что это просто такое знаете легкая экспрессия не надо брать это все всерьез поэтому я стараюсь его брать также что-то меня вывешивает что там мне нравится и почему я склонна ему доверять потому что мне кажется что как я в своей профессии он своей несмотря на всю свою личность он профессионал и он как бы совестливый профессионал он человек который не хочет с профессиональной точки зрения сесть в лужу поэтому как любому человеку который влюбленный в себя и считает что он достаточно гениальный он хочет признание он не будет лажать ерунду он старается делать вещи которые будут максимально точными а не потом сидеть и думать какой кошмар потому что люди которые позиционируют себя таким образом как поносенков они не очень заинтересованы с профессиональной точки зрения скажем тогда сидеть вот в этой луже потому что перед самим собой будет стыдно и ты уже не будешь балдеть от себя поэтому я ему склонна доверять и он сейчас выходит на как это правильно он назвал ну в общем он начинает писать книгу о второй мировой войне что мне кажется реально будет очень интересно это будет колоссальный проект так же как и этот и да и вселенная ему сил это написать потому что лично мне в израиле очень будет интересно почитать и эту книгу и про вторую мировую войну потому что там такое количество неточности и вранья со всех сторон собраны и очень надеюсь что он докопается до правды потому что это работа историка по сути докапываться до того как это было на самом деле такая история али археология потому что ну как вы знаете в израиле так и узнают да правду у нас все основывается на раскопках на археологии и археология очень часто подтверждает исторические какие-то факты так что вот его можно любить но любить или не любить принимать или не принимать но мне кажется что надо четко разделять профессиональную личность человека с его личностью которая да вот эта театральная личность я считаю что как профессионал он не вызывает никаких вопросов кроме того что кому-то не нравится то что он делает все без вранья и профессионально поэтому разделяете и не обязательно надо человека если он профессионал в каком-то деле вы должны его как бы персонал эти очень любите прямо считать что вот он весь такой прекрасный он может быть и прекрасный но просто вам эта личность не импонирует и вы даже как бы ее не понимаете для чего это так я прекрасно понимаю для чего это так меня тоже что-то вывешивает что-то не вывешивает но я понимаю его личность я не могу сказать что я восхищаюсь семью гранями но я понимаю его вот этот вот весь пафос который его окружает это прикольно и с другой стороны я вам скажу еще одну вещь что когда ты с такого раннего возраста тебя начинают печатать и что-то пишешь ты видишь что у тебя умственный процесс идет намного сильнее чем у твоих сверстников очень тяжело чтоб крышу не снесло и ты не стал вот таким вот поэтому пусть лучше он будет таким чем будет вот как его оппонент тут как он его называет с лицом спившегося водопроводчика поэтому который наряжается в наполеона вот такая вот история что-то вам еще хотела рассказать да у меня здесь все время на столе стоит меня когда спросили почему у меня здесь он же должен быть где-то в ванной там где ты снимаешь макияж я не снимаю митилярной водой макияж да он она хорошо снимает макияж замечательно но я люблю смывать макияж вот у них есть такая же умывалка я и смываю весь макияж все сходит митилярная вода у меня стоит здесь для чего помаду стойкую стереть что-то подтереть где-то когда что-то какие-то да 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 тени стойкие вот этих вот от милука который иначе не сходят какой-нибудь что-то я не так я сразу чуть-чуть буквально мочу этот палочку с ваткой как это называется ватный тампон не знаю как это называется Я замочу вот эту палочку с ваткой и просто подтираю. Поэтому у меня здесь она находится. Здесь, видите, маленькая дырочка, что как раз подходит для палочки с ваткой. Я все время по чуть-чуть ей пользуюсь, поэтому она у меня стоит здесь. Потому что люди уже начинают думать, они заплатили ли мне, что я ее поставила здесь. Нет, дамы и господа, все банальный. Здесь лежат вещи, которыми я реально пользуюсь, которые вы реально видите на моем лице. Лаки, кстати, я перешла к красным лакам. Надо ногти накрасить. Ногти-то надо бы накрасить. Я заметила, если я отрываюсь от непрерывного цикла накрашивания ногтей, то все, назад вернуться тяжело. Я вам все-таки хочу показать картину. Я, кто не знает, я на свой канал, второй про жизнь в Израиле, сейчас сняла потрясающее видео вместе с гидом по Тель-Авиву, где мы как раз вот эти вот все, вот это здание, оно сейчас заходит на реставрацию. И, к сожалению, здесь мне его художник запечатлел до того, как оно зашло на реставрацию. Вот эта вот будочка. Это как раз мой любимый перекресток. Это идет сюда Бульвар-Ротшильд, здесь идет улица Герцель. Это мой любимый перекресток. И как раз вот по этим вот, по нахлад Бениамин мы ходили, мы смотрели потрясающий вид на весь Тель-Авив. Он рассказывал интересную вещь. Я вам ссылку оставлю внизу, посмотрите. Я думаю, если вы любите Тель-Авив так же, как люблю его я, или просто вы интересуетесь историей, и вас это все захватывает, вам по ссылке внизу. И так, картина должна на месте быть. Я нашла человека, который просто, если вы думали когда-то, что я люблю Тель-Авив безумно и больше, чем все остальное, и больше, чем все остальные, нет. Я нашла человека, который любит его больше, чем я, и знает столько, сколько мне за всю жизнь, наверное, не узнать. Ссылка будет внизу. Все. Огромное спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Огромное спасибо моим зрительницам. Девочки, спасибо от всего сердца. Привет вам огромное из Тель-Авива. И вы наполняете просто мой мир и мою жизнь. И это безумно приятно, потому что, когда я что-то снимаю, что-то даю, рассказываю, я, по сути, назад, когда я получаю только ваши комментарии, лайки, просмотр, и когда я реально нахожу отзыв человека, что он мне хочет что-то нарисовать, и ему важно дать мне что-то, что мне интересно, это вы не представляете, это начинает кружиться голова от того, что ты нашел единомышленника, которого ты даже не знаешь, а он на той стороне сидит, и ему интересно. И это безумно приятно. Все на этом. Ссылка будет внизу на экскурсию по Тель-Авиву. Увидимся в следующих видео. Всем хорошего дня, вечера и так далее, чтобы у вас там не было. Не забывайте ставить лайки, нажимать тут на колокольчик, чтобы оповещение получать. И до следующего видео. Пока-пока. Оно обязательно-обязательно будет. Как мне кто-то сказал, когда ты перестанешь вести канал, что ты будешь делать? Я почему должна перестать вести канал? Почему? Это все равно, что сказать, когда ты закроешь свой Facebook, когда ты отменишь свою телефонную линию. Никогда. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok